МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Или справедливое возмездие за допинг? Зимняя война глазами западной пропаганды. Как Финляндия отстаивала независимость в боях с Советским Союзом? Интрига закончилась. Хотя и не было ее вовсе. Просто все ждали, гадая, где и когда именно, президент Путин объявит, что не собирается уходить. Момент настал, и выбор места красноречив. О желании избраться в четвертый раз Владимир Путин объявил на встрече с трудовым коллективом автозавода «ГАЗ». Простой рабочий народ. Вот на кого Путин, похоже, будет опираться в будущем. Здесь все понятно и вопросов особо не задают. Это его электорат, который полностью поддержит любое решение начальника Кремля. Избирательную кампанию в России можно считать стартовавшей. Владимир Путин идет на выборы. Объявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Да, он пойдет на выборы в 2018. Главное политическое заявление сезона стало настоящим сюрпризом. Президент сохранял интригу практически до последнего. Скажите, пожалуйста, вы будете принимать участие в выборах? Это решение должно быть принято в ближайшее время. Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Я только сейчас, когда увидел и услышал, мне что-то полегчало. Путин, он ведь не только мастер дзюдо, мастер политики, он и мастер пауз. Это уже четвертая избирательная кампания. Опыт огромный. Эксперты уверены, это был точный расчет. Сегодня, видимо, настал подходящий момент. Здесь очень важен символизм Нижнего Новгорода. Это, очевидно, упор на индустриализацию с опорой на людей, на рабочий класс. Это укрепление державности. Это история богатая. Это духовность, культура. Там же, в Нижнем Новгороде, ему докладывают о том, что Сирия полностью освобождена от террористов. Стране как никогда нужен лидер, который сможет объединить людей и противостоять угрозам извне. С Путиным Россия будет сильнее, люди будут жить лучше. Страна любит Путина. Никаких выборов у нас нет. Есть голосование. Победитель возглавит Россию еще на 6 лет, до 2024 года. С точки зрения политтехнологии момент выбран безупречно. Для зрителей российских телеканалов нет теперь новости более важной, чем Путин идет в президенты. И можно уже не вспоминать о позорном отстранении страны от Олимпиады, еще вчера занимавшему мы. Удар в поддых, национальный позор, и СМИ, и их аудитория не сдерживали эмоций. Решение МОК в России немедленно окрестили несправедливым и убийственным для спорта. Экраны и страницы газет на день наполнились гневом и критикой в адрес Олимпийского комитета, а также местных российских чиновников. Гнев, обиды и возмущения хватили российские СМИ после оглашения вердикта Международного Олимпийского комитета. Судьба Олимпийской сборной России решена. Российскую сборную отстранили от участия в Олимпиаде 2018. Полностью решение МОК звучит, конечно, как приговор. МОК постановил, что из-за систематического допинга Россия как государство участвовать в зимней Олимпиаде не может. Лишь не запятнавшие репутацию спортсмены могут поехать в Южную Корею, но без российского флага и формы. России придется заплатить штраф в 15 миллионов долларов. Функционерам от спорта, вице-премьеру Виталию Мутко и бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных запретили посещать Олимпиады по жизни. Это просто убийство нашего национального спорта. Это не по-спортивному. После этого решения мировой спорт никогда не будет прежним. Выступление под нейтральным флагом – это ущерб для страны моральной. И как тут не говорить о бантироссийском характере этого скандала. Решение МОК – это результат длительного расследования. В его основе показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В российских СМИ его называют сумасшедшим и таким образом превращают все доказательства в выдумку. С доказательствами у Международного олимпийского комитета ТУГО. МОК просто отменил презумпцию невиновности. Решению МОК в российских СМИ приписывают и желание Запада избавиться от конкурентов в спорте, и намерение уязвить Россию. Весь этот скандал пропитан политикой. Очевидно, технология, которую Соединенные Штаты применяют уже много лет, в очередной раз под прикрытием Олимпиады они будут бить в Россию. Не возникло никакого сомнения, что это решение абсолютно политическое. Решение МОК хоть и не было неожиданностью для СМИ, но его последствия вызвали переполох. Цитаты, клемяющие предателей под нейтральными флагами, в эфирах и статьях, рядом с воззваниями в защиту спортсменов, мечтающих об Олимпиаде. Российский спорт на распутье. Участвовать или нет в Олимпиаде? Сложный выбор. Ехать в Южную Корею без права выступать с национальной символикой или не ехать? Дебаты продолжались около суток, пока президент России не заявил, бойкота Олимпиады не будет, пусть себе спортсмены едут. Проиграют, скажем, что сильнейших не пустили. Выиграют, заявим, что победили назло врагу. Тем более, что на закрытии игр спортсменам все-таки позволят взять в руки флаг Российской Федерации. Отстранение России от Олимпиады – сценарий ожидаемый. Сколько в нем политики, а сколько профессиональной реакции на результаты антидопинговых расследований. Обсуждаем это с журналистом русской службы «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Он с самого начала следит за ситуацией вокруг Российского Олимпийского комитета и тех фактов злоупотребления допингом, которые вскрылись после Сочинской Олимпиады. Андрей, спасибо большое за интервью. Насколько предсказуемым и ожидаемым стало решение Международного Олимпийского комитета об отстранении российской национальной сборной? Здравствуйте, Андрей. Я думаю, что те, кто внимательно следил за этим делом, они на 95-99%, может быть, даже были уверены, что решение будет именно таким, каким оно было. Позиция российских СМИ или подконтрольных российских СМИ понятна. В этом решении смотрю больше политики. Как вам кажется, действительно больше ли в нем политики или это профессиональное решение Олимпийского комитета? Все это, безусловно, политика. Но тут важно понимать другое. Я несколько раз беседовал с немецким журналистом Хаю Зеппельтом, собственно говоря, с фильма на телеканале АРД, и начался весь этот скандал. Я у него несколько раз спросил, направлены ли ваши действия непосредственно против России. Он мне сказал, я антидопинговыми проблемами занимаюсь уже несколько десятков лет. Я исследовал эту проблему, которая была в Восточной Германии. Все мы помним вот этих накачанных немецких пловчих. Это было даже поводом для анекдота. Он сказал мне, я выполнял свою журналистскую работу. Это очень важно подчеркнуть. А какова реакция на решение МОК у западных средств массовой информации? Ну, западные средства массовой информации отнеслись к этому спокойно. Но все исходя из того, что это доказанные факты. И дальше дискуссия ведется по поводу того, имеет ли хоть кто-то из них право участвовать в Олимпийских играх. Возьмем американский спорт. Были самые громкие разоблачения. Мэриан Джонс, Лэнс Армстронг. Но речь никогда не шла о государственной поддержке допинговой программы в стране. Речь никогда не шла о том, что агент ФСБ через какую-то дырку в стене лаборатории подменяет пробирки с мочой. Государство упорно не хочет признавать свою роль в этом допинговом скандале. Мы не знаем, какое официальное решение будет принято руководством России. Но как под это подстроится решение российских СМИ? Это такая довольно беспроигрышная, на мой взгляд, позиция. Потому что, с одной стороны, если не выиграл, скажем, лыжник, биатлонист и так далее. Ну, скажут, ну, ребята, самых лучших, против кого никогда не доказали, их не пустили, не было времени на подготовку и так далее. Но если вдруг выиграл, подвыиграют, кто-то из лыжников или биатлонистов удачно пройдет свой старт. Может быть, есть какие-то подающие надежды спортсмены. Тем более, если выиграют хоккеисты, еще раз повторю, наверняка на них будет сделана огромная ставка. Тогда можно будет потом, ну, как бы, вот дождаться этих побед. Ну, Олимпиада длится две недели. И уже сказать, что Россия в очередной раз стала с колен. Далее в программе. Человек года по версии журнала «Тайм». На этот раз не политик и не бизнесмен. Информационная война в Балтии. Жертвы – войска НАТО. Российский северный сосед Финляндии отметила на этой неделе круглую дату – 100 лет независимости. Великое княжество Финляндское, входившее в состав Царской России, 6 декабря 1917 года приняло декларацию о независимости. За прошедший век свое право на самоопределение СОМИ пришлось доказывать не раз, притом с оружием в руках. Одна из самых тяжелых страниц – Зимняя война 1939 года. После советского вторжения для СОМИ фактически уже началась Вторая мировая. События той зимы советская пропаганда преподносила как народно-освободительную войну с белофинами за создание Финляндской демократической республики. А что рассказывали о той войне западные киножурналы, как эту войну показывали европейцам? Вернемся в прошлое. Ноябрь 1939 года. Несколько месяцев идет война, которая вскоре станет Второй мировой. Германо-советский пакт Молотова-Риббентропа ввел Финляндию в сферу интересов СССР. Советский Союз вводит войска в Финляндию, чтобы отодвинуть границу подальше от Ленинграда. Западный мир, будущие союзники по коалиции, отвечает потоком осуждений и пропаганды в адрес Кремля. Киножурналы наполнились репортажами о бомбежках финских городов, о страданиях женщин и детей. Товарищ Сталин пошел по стопам Гитлера. 15-миллионная советская армия против 300-тысячной финской. Советские военные самолеты затмили небеса Финляндии. Упали бомбы, вспыхнули пожары. Налет за налетом, смерти и разрушения. Киножурналы восхищаются финнами и неожиданным отпором, который они дали Красной Армии. Финские ПВО ответили с благородной отвагой и неожиданной эффективностью. Дух Финляндии не сломлен. Страна отметила День независимости в разгар борьбы за свою независимость. День независимости Финляндии отметили по всему миру. Желаем этой маленькой героической стране успеха в ее благородной борьбе с врагом. Небольшие группы финнов ведут партизанскую войну. Став на лыжи, они используют опасности своей страны себе на пользу. Каждый из них стрелок. Каждый охотник и плотник. Любой может присоединиться к героической борьбе, гласят киножурналы, рассказывающие о добровольцах и сборе гуманитарной помощи для Финляндии. О том, что этим вся помощь Запада ограничивается, киножурналы молчат. В Финляндии нужна помощь. И как можно быстрее. Помощь Финляндии. Швеция отправила вторую команду скорой помощи. Скорая помощь, купленная лондонскими букмекерами для Финляндии. Самая громкая идея киножурналов о зимней войне общими усилиями мир непременно остановит злодея. Беспрецедентное решение в истории Лиги Наций. Советский Союз исключен из организации. Советские солдаты сотнями попадают в плен. Они хорошо вооружены, но не обучены обращаться с оружием. Плохо одеты и несчастны. Подневольные орудия диктатора. Выставка снаряжения, захваченного у русских. Сотни танков и самолетов. Русский хулиган получил отпор от армии удивительной Финляндии. В марте 40-го зимняя война закончилась. Потери финнов более 26 тысяч солдат. У СССР в разы больше. Свыше 130 тысяч военнослужащих убитыми. Это официальные данные, которые у историков до сих пор вызывают вопросы. Независимость Финляндии удалось отстоять. Правда, страна потеряла 11% своей территории, а сотни тысяч карельцев – свои дома. На этом мировые СМИ и пропаганда потеряли интерес к СОО. Провокация – эффективный способ введения информационных сражений. Мы видели это неоднократно в прошлом, наблюдаем и сейчас. Очередной пример вновь касается стран Балтии. Оттуда уже приходили фейки о якобы изнасилованной натовскими солдатами литовской девушке, о ссоре местных жителей в Эстонии с военными во время недавних учений. И теперь история из Латвии. Все началось с одного снимка, выложенного в социальных сетях. С подробностями из Риги Мария Андреева. История о натовских свиньях началась вот с этой фотографии. В социальной сети Facebook женщина опубликовала снимок. Пустая пачка из-под сухпайка войск Альянса валяются в лесу. Рядом пустые банки и бутылки. Несколько репостов, десятки комментариев. Фотографию перепечатывает латвийский русскоязычный портал MixNews. Нас защищают натовские свиньи. Новость подхватывают российские медиа. Один пакет они превращают в горы мусора, заполнившие леса. Солдаты НАТО в Латвии загрязняют леса бытовыми отходами. Солдаты НАТО насвинячили в Латвии. Самый ужасный гость. Почему натовцы в Прибалтике ведут себя как агрессивные свиньи? А был ли вообще пакет? Эксперты Витземской высшей школы провели расследование, чтобы проверить подлинность снимка. В американском посольстве им подтвердили. На фото действительно сух паек НАТО. Но вот оказаться в указанном лесу он вряд ли мог. Рядом расположена военная база. На ней столовая и полевая кухня, где готовят горячую еду. То есть никаких пайков. Еще на снимке видны банки из-под консервов, которые натовские солдаты давно не используют. Вывод. История очень похожа на фейк. Впечатление у меня совершенно четкое. Это хорошо координированная кампания, где отрабатываются какие-то методы, как из мухи сделать слона. История о пакете не единична. Материалы о неподобающем поведении военных НАТО в Латвии российские СМИ публикуют регулярно. Корабли НАТО пришли, но оказалось, что от военных моряков одни проблемы. Военные Соединенных Штатов уже ведут себя в местных городах как хозяева. Никого за людей не считают. Рвут цветы, блюют там прямо в центре города, мучатся на клумбы, на витрины. Мэр латвийского города Венспилс будет жаловаться генсеку НАТО на свинское поведение моряков Альянса. Вступление из стран Балтии в НАТО, это, конечно, является одной из самых главных тем критики в российских политических кругах. И в этом смысле понятно, когда эти отношения между НАТО и Россией обостряются. Тогда, конечно, это мы чувствуем в тот же момент и по СМИ. Особенно касается, конечно, федеральных каналах, которые прямым образом контролируются из Кремля. В НАТО к угрозе российской дезинформации относятся весьма серьезно. Фейки, даже безобидные, на первый взгляд, очерняют военных в глазах местного населения и усложняют им работу. Об этом говорят не только аналитики, но и лично генсек Альянса Йенс Столтенберг. Недавно он обсуждал проблему с Канадой, пославшей в Латвию 450 военных, почти треть всего контингента НАТО, и ставшей главной мишенью фальшивок. Сошлись на том, что противостоять российской пропаганде лучше всего не ответной пропагандой, а разоблачением фейков и хорошими отношениями с местным населением. Мария Андреева, Алексей Иванов, Рига, Латвия. После таких новостей уже не кажется удивительным, что отдельные латвийские политические движения предлагают признать российские СМИ, вещающие в их стране, иностранными агентами. Общественная петиция с такой инициативой может быть отправлена на рассмотрение Сейма Латвии. В России тем временем закон о СМИ иностранных агентах успешно принят, и на этой неделе в такой черный список попали сразу 9 СМИ, в том числе и канал «Настоящее время». Теперь мы в глазах российских властей – все иностранные агенты. Но мы продолжаем работать и объективно рассказывать о том, что происходит в России и в мире. Правда, с выполнением своих профессиональных обязанностей у нас могут возникнуть сложности, как это произошло со многими некоммерческими организациями, получившими в России подобный статус. А в их полку прибыло. Теперь к числу иноагентов причислили еще и российских дальнобойщиков. Это касается НКО «Объединение перевозчиков России», куда входят водители, протестующие против системы Платон. Конец года – традиционное время подведения итогов. Журнал «Тайм» в очередной раз опубликовал результаты рейтинга «Человек-года». В шорт-листе были многие мировые политики и бизнесмены. Тут и лидеры КНДР, Китая, наследный принц Саудовской Аравии, президент США, а также американский свецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. Но звание «Человек-года» досталось не им, а тем, кто не стал молчать и нашел смелость публично рассказать о том, чем делиться не принято. Речь о движении «Метту» «Я тоже». Его участники откровенно описали случаи сексуального насилия, которые происходили с ними в разное время и на разных этапах их карьеры. Движение было основано давно, но популярным стало после скандала вокруг похождений голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Один гигант был повержен, и за ним посыпались другие головы и карьеры. В индустрии развлечений, в большом бизнесе и в политике, и, конечно же, в американских СМИ. Там тоже хватает скандалов на сексуальной почве. Всего несколько месяцев назад звезда NBC Мэтт Лауэр брал интервью Билла О'Райли, патриарха новостной журналистики со скандалом, уволенного с Fox News. Вас ведь обвинили в сексуальных домогательствах? Несколько недель назад он обсуждал обвинения в адрес Харви Вайнштейна. Знаю, было непросто уговорить этих актрис рассказать о произошедшем. Теперь в домогательствах обвинили самого ведущего. Мэтта Лауэр уволили с NBC News. Мэтт Лауэр – один из самых высокооплачиваемых ведущих США. Зарабатывал 25 миллионов долларов в год. О его повышенном интересе к женщинам коллеги сплетничали давно. Но подробности всплыли только сейчас, на полне других секс-скандалов. Журналисты выяснили, дело не ограничивалось сальными шутками и пошлыми подарками. Мэтта Лауэра обвинили в распускании рук и попытке изнасилования. NBC незамедлительно уволила «Звезду». Я в шоке. Он мой любимый ведущий. Еще один «Китан» повержен. Ничего хорошего. По-моему, это слишком. Уже выходит из-под контроля. Какая-то война против мужчин. Чарли Роуз, как и Мэтт Лауэр, еще несколько недель назад рассуждал в эфире о чужих прегрешениях. Теперь он тоже безработный. Вайнштейн годами откупался от обвинявших его женщин. Знало ли правление об этих договоренностях? Что теперь понимают под сексуальными домогачествами? В случае Чарли Роуза речь об обнажении, навязчивых звонках и прикасаниях. Обвинения от восьми женщин оказалось достаточно, чтобы CBS, PBS и Bloomberg разорвали многолетние контракты с ведущим. Мне очень жаль. Я давно знаю Чарли. Печально. Гаррисон Киллер в масштабах страны не настолько известен, как Мэтт Лауэр или Чарли Роуз. Но в родной Миннесоте он легенда. Более сорока лет вел на местном радио развлекательное шоу для всей семьи. Бывшая коллега пожаловалась на приставание, и радио МПР незамедлительно разорвало с ведущим все деловые связи. Я слушала его программу лет 20, а мой муж еще дольше. Огромное разочарование, как будто украли кусочек детства. Я всегда был его поклонником, но если он виновен, то должен ответить. Многое из того, в чем обвиняют ведущих в начале их карьеры, считалось, если неприличным поведением, то вполне допустимым для мужчины при власти. Но времена и обычаи меняются. В современной Америке сексуальная агрессия – это уже пятно. И на репутации, и на карьере. И скрыть его становится все сложнее. Стараниями СМИ штаты заговорили о новой сексуальной революции. Ну а пока идут дебаты, медиакомпании спешно организовывают тренинги для сотрудников и отказываются от безлимитного алкоголя на корпоративах. Скандалы сотрясающей американский интернет российских пользователей почти не трогают. Вместо норм сексуального поведения Рунет обсуждают выдвижение Путина в президенты и судьбу Олимпиады. С подробностями, как всегда, Анна Шаманская. ГАЗ за вас. После таких слов поддержки работника завода ГАЗ, Путин объявил о своем решении палатироваться в президенты в очередной раз. Твиттер шутит, мол, действительно, ГАЗ за вас. Не люди, не народ, не граждане, а ГАЗ. Воистину, президент – бензоколонки. Другие пользователи делают неутешительные выводы. Новый срок на самом деле не Путина, он ваш. А вот члены ФБК интересуются, как будет проходить кампания нынешнего президента. Сможет ли Путин снять помещение в Москве? Присядет ли его глава штаба на 30 суток? Будут ли на его родственников давить на работе? Изымет ли полиция всю агитацию? Но все же сюрпризом выдвижение Путина, кажется, ни для кого не стало. Ведущий Владимир Соловьев об этом вообще говорит прямо. Вопрос изначально был не в том, пойдет ли Путин на выборы президента, а с кем он пойдет, кто возглавит правительство и какой будет экономический курс. Кажется, только выдвижение Путина смогло затмить основную тему в Рунете на прошедшей неделе. Отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде 2018. Многие сходятся на мнении, что ехать на Олимпиаду все же нужно, хоть и аргументы у пользователей разные. Тина Канделаки, например, считает, что пусть под нейтральным флагом, но туда надо ехать, чтобы показать, что русским атлетам нет равных. Но есть и те, кто придерживается радикально противоположного мнения. Обращение к спортсменам. Мы понимаем, что главная цель вашей жизни – Олимпиада. Каждый спортсмен – это лицо страны. Нейтральный флаг Олимпиады – это белый флаг, флаг капитуляции. Отсутствие флага, гимна и любых надписей «Россия» – это предательство интересов страны. Решать вам! А в Твиттере напоминают, что это, возможно, еще не конец истории. Ведь Виталий Мутко еще и президент Российского футбольного союза. Пишут, что это так, к слову. К слову о чемпионате мира по футболу 2018. Как всегда, увидимся через неделю. До встречи.